Параллельный человек Автор Танина Гойера Очутившись в своем городке, я не мог не побывать в лабиринте 5 километров в сторону моря Не подумайте, я не поехала осматривать его В лабиринт я попал потому только, что хотелось выяснить Есть ли в окрестностях городка квадратные камни Или подходящие для фонтана обломки корневища Почти 150 лет назад, когда во времена французской революции Был разрушенный здешний монастырь Глубы мрамора, заготовленные монахами для различных построек Проразбивали на куски и растаскали по окрестным полям Тут они лежат до сих пор, зарастая травой и грязью При виде белеющих тут и там обломков ощущаешь ветер революции В муниципальной библиотеке нашествия французов на наш городок Отражено в грузбухах аббатства На странице, датированной 22 июня 1796 года Уплачено за фунт ладана, баёкка, 12 Уплачено за фунт красного сахара, баёкка, 20 Уплачено за лимон одна штука, баёкка, 1 Пришли французы Уплачено за телятину, баёкка, 90 Уплачено за вермишель к супу, баёкка, 30 И так всё по порядку Одним и тем же аккуратным бисерным почерком и той же тушью Чёрный, как сажа, но с красноватым отливом Почти нет завитушек Всё гладко и ровно, как на могильной плите Единственное, что сохранилось от всей обители Узорчатый пол А на нём зигзаг лабиринта Или, как говорили в старину, путь в Иерусалим Вдавленные его извилины составляют диаметре 9 метров По ширине прямоугольника, равной 12 метрам И ещё 9 метров по длине его, равной 15 метрам Изгибы напоминают свернувшуюся в клубок змею Которая чуть светлее по сравнению с общим фоном Может быть, жилоб лабиринта выложен из более мягкого камня? Сначала лабиринт идёт по спирали Витки распределены неравномерно Потом закручивается наподобие не то матка шерсти Не то просто какой-то хитрой загогулины Говорят, что идея лабиринта пришла в голову Святому Отцу по прозвищу Муравей Жившему в эпоху крестовых походов Он-то и начертил лабиринт угольком по полу церкви По его чертежу работали каменотёсы Странный всё-таки получился лабиринт Цель его ничем не обозначена Ни Минотавром, встречающимся во многих лабиринтах Ни кульминационной точкой, указующей на прибытие путников В зону спокойствия, где на душе воцаряется мир Или в тот же Иерусалим времён крестовых походов Лабиринт просто ведёт к выходу Едва ли не соприкасаясь с линией, уводящей в его недра Почему так задумали, неизвестно В итоге каждый, кто должен был совершить покаяние за грехи свои И проползти на коленях 200 метров Чтобы повторить в миниатюре путь крестового похода на Иерусалим Снова оказывался на паперте Прожу я по лугу, окальмляющую белёсую плоскость узорчатого пола И чувствую, что в поиске, в том числе и двух ящиков Должны завершиться в этом месте Возле лабиринта, затерянного среди полей В траве разбросаны мраморные осколки траурной гирлянды Подбираю камни, пытаюсь её снова сложить Удаётся соединить два обломка И я испытываю такое чувство, будто из камней улетучился весь их революционный дух К ним возвращается увесистость и изначальная значимость В разрозненном состоянии они передавали силы удара, разрушившего мраморную глыбу Молодую женщину, стоявшую на коленях у входа в лабиринт, я заметил не сразу Уже после того, как она пришла сюда Не думал я, что лабиринты в наши дни служат для покаяний На вид ей около тридцати Руками закрыла лицо Продолжаю прогулку по лугу Под ногами мягкая травка Пучки высыхающего на солнце чертополоха Источают зеленоватый аромат Вдыхаю мирный воздух Прогудит шершень Мелькнёт дугой, шлёпнувшись в конце полёта кузнечик Ветер донёс треск выстрела Далеко отсюда Охотник, наверное, пальнул в птицу или в крысу А может, выстрелил просто так, от скуки Всё равно Но зрение изменилось Мир повернулся ко мне злой стороной Вижу, пчёлы впиваются жалом в тельце других насекомых Шершни высасывают последние капли нектара Дохнут мухи, окутанные паутиной Не помню, как я упал на колени Цель и причина такого поступка мне неведомы Оказалась я в пол с лабиринт Впрочем, сначала я наклонился, желая вблизи рассмотреть Латинские племена Обрывки вокабул, которые резец высек вдоль изгибов Из любопытства Была не была Грохнулся на колени Так лучше видны резные зазубрины А может, не хотелось мне отвлекать от молитвы Грешницу на покаяние Вот и встал на колени Мол, я тоже каюсь, хотя сам в это время Жадно разглядывал литеры, узорчатые завитки Прочие странные знаки По стенкам желоба множество длинных царапин Словно прочерченных чьими-то шпорами След уводит в средневековье Например, в эпоху угона Монтелепры История жизни его тесно связана с лабиринтом По этой тропе совершил он свой крестный поход Не в пример многим в настоящем походе в земли святые Он не принял участия Был на нем панцирь прекрасный Который не слагал себя ровно три года Дабы видели все, сколь серьезно намерение выйти в поход Спать и есть приходилось угодно только стоя Где бы ни был он, в залах или во дворе, все на ногах Но край отче, несмотря ни на что, не покидал Последнее его оправдание – соловей Не отправлялся в угоны в поход Потому что не было у соловья, которого желал он взять с собой, панциря Наконец решился он заказать соловью панцирь А вдумав все предварительно и снабдив чертежом с подробным описанием В описании этом и по сей день сохранившимся, как в зеркале Отразились слабости рыцаря, отказавшегося пойти вместе со всеми в великий поход Трусоват он был, это верно Но сердце было у рыцаря доброе Панцирь для соловья изображен на рисунке Состоит он из железного корпуса А Повторяющего очертания птичьего тельца Головка Б Хвостик С Каждая часть составлена из двух половинок Верхний и нижний Соединенных шарнирами для удобства открывания и закрывания Крышечка Д, защищающая темя соловья Крепится также на шарнире, чтобы можно было открыть или закрыть ее по мере надобности В ней просверлены дырочки для дыхания Деталь С, в которой убирается хвостик Сантиметра 3-4 длиной Если коротка, то перышки на хвосте слегка подрезаются В походных условиях птица помещается в футляр Ее, в свою очередь, можно положить в карман По прибытии на место, чтобы поставить соловья на стол или подоконник Необходимо присоединить к футляру деталь Е Открыть Б и полюбоваться птахой, если на то есть охота Или дать ей какую-нибудь мошку и чуть-чуть воды Во время переезда на новое место отсоединить Е Спрятать соловья в карман или прицепить его к груди С помощью предусмотренного на этот случай металлического колечка на внешней стороне футляра Колечко обозначено на рисунке буквы Н При желании угон, кажется, поступал именно таким образом Можно путешествовать, держа соловья в руке Для этой цели тоже используется кольцо Н Так соловьем в руке рыцарь и преодолел лабиринт Закованные в броню, они проползли по нему в окружении коленопреклоненной толпы Проституток, убийц, грешников и прокаженных Большое путешествие по Америке слилось с малым Итог бесконечно длинной дороги Одно в другом, но в малом большой или наоборот, неизвестно До сих пор я не понял, я ли властен над своим телом или оно надо мной Как был бы я счастлив, если бы вернулась моя над ним власть Но и смущен, ведь я давно уже вынашиваю планы мести Кто знает, в прошлом содержится будущее или в будущем прошлое То же солнце зависло сейчас надо мной и женщиной в лабиринте И над узором, пыль с которого вытираю коленями Ползу я вперед, увлекаемый похотью, одним вожделением Пусть ни во что не верю, но каюсь, каюсь в грехах несодеянных Или гонюсь за новым грехом, а значит и за расплатой, что меня ожидает Знаю, меня втянуло лабиринт желания плоти Я преследую, или кажется, что преследую Вот она, в том витке, куда не дополз Я преследуемый Вот ее полукружие почти рядом с моим На мгновение она позади, а вот опять в изгибе спирали передо мной Я ползу не по прихоти мозга, не за литерой, знаком, метиной в лабиринте А повинуясь желанию тела И не жалею, что так случилось Давно уже не было близости с женщиной Голос той, что была в лабиринте, поразил неожиданно Из-за спины В этот момент я чувствовал себя непреследователем Замер, жду ее в параллельной спирали Глаза яркие, волевое, красивое лицо Дрогнул голос, торопливо, стесняясь, повторила вопрос Вы его видели? Кого? Котеночка рыжего Мало ли рыжих котят, да вы про какого? Про здешнего, тут живет он бродячий Нет, не видел Может, видели девочку? Какую? Ту, что ищет котенка Нет, ее не видал А вы местный? Да, здесь родился, теперь живу в городе Разве не слышали ничего про девочку-подростка? Совсем пропащая Глаза у нее еще такие черные Как пропащая? Да, совсем Хоть не скажешь по виду Походка у нее голос, особенно когда просит Что просит? Такое, что не выговорить Правда, по-своему, как-то по-детски, что ли Вот ей и не отказывают Да в чем не отказывают? А вы разве ее не встречали? Нет, не встречал, говорю Женщина снова ползет на коленях по синусоиде лабиринта Я за ней Жара не спадает Солнце по-прежнему висит над узорчатым полом Пытаюсь отвлечься от мыслей Считаю, сколько здесь каменных плит Вспоминаю историю здешней обители Перед глазами святые отцы, построившие монастырь Восемь монахов под началом брата-муравья Истязали они плоть Между собой никаких разговоров Зря языком не болтали Глаза постоянно опущены долу Видели только ноги, сандалии, камни, пыль на улицах Грязь и снег Изредка попадалось какое-нибудь существо Чаще всего распростертое на каменных плитах тело грешника на покаянии Сон их был краток На жесткой постели В общем, тело держали в узде Многих жертв от него требовали О естестве своем думали столь же, сколько о веревочке, подпоясывающей рясу Размышлял я о святых отцах О монастыреях О брате по прозвищу Муравей Потому что любимым занятием у него было кормить у муравьев Так что к старости он не мог спины разогнуть И все спрашивал себя А не бунтуют ли тело моей руки От того, что замучило их тогда покаянием Что попирали плоть религиозным насилием Не потому ли она теперь всем заправляет Тело мстит Впрочем, я пытался угнаться за женщиной И она, может быть, неосознанно меня достигала Спираль лабиринта блестела на матово-серых плитах Будто здесь только что проползла мокрица Я слышал дыхание женщины Ощущал ее запах Бархатистую кожу О, какое у меня обоняние А тело все напряжено Даже на расстоянии мы обменивались взглядами А когда сжимались витки Мы были почти бок о бок Тогда пристально смотрели глаза друг к другу На мгновение замираем У нее во взгляде будто боль Поволока сомнения Боится раскрыть свои тайные мысли Только сейчас заметила Одетую кое-как Издали гляделась богаче Чуть ли не с сериорой Вблизи оказалась обычной крестьянкой В черном платье Делавшим ее строже На груди большая английская булавка Что всегда под рукой у сельских женщин Если вдруг юбка, блузка порвется Или потеряется пуговица Молча глядела она и вдруг заговорила Точно подтолкнул ее кто-то Та же история с рыжим котенком Вернее встреча с девчонкой подростком Дней десять назад В тот день тоже была здесь В лабиринте Назвала его крестный путь На покаянии Но какой грех замаливать не сказала Вдруг словно из-под земли девчонка Лет двенадцать и вся в пыли босиком Вышагивает по плитам Озирается по сторонам будто ищет Улыбка увильная, как у таракана А глазки невинные, беззащитные Спрашивает Не видала ли я, где котеночка, рыженького Нет, отвечаю, не видела Она в кусты все перешарила Снова ко мне и на пол легла Я на коленках ползу, молитву нашептываю Она рядом на животе елузит И глаз меня не спускает Все нудит Может, видела, где котенка, рыженького Спокойно так отвечаю Нет, мол, не видела Через некоторое время опять за свое Может, видела, замучила совсем Но я виду не подаю Она как ни в чем не бывала В глаза смотрит пристально Ухмыляется, губу облизывает Одно слово, ангелочек Только не добрый Женщина прервала свой рассказ И сказала вдруг Ты такой же, какой Глаза у тебя, как у нее Растерялся я Мне и правда собственное тело не подчинялось Я смотрел на нее с вожделением Постой, говорю я ей тоже на ты Но она уже поползла Пятка в пыли, нога стройная Колено скользящее медленно По каменной плите Упругие тяжелые бедра Под тонким платьем колышется тело Глазами пожираю ее Неподвижны лишь плечи Руки скрещены на груди Густая копна волос Рыжеватая прядь прикрывает глаза Переглянулись Рот у нее полуоткрыт Губы шевелятся Говорит что-то, но я не слышу Поскорее в параллельный виток спирали Поравнялись Я спросил снова на вы Вы что-то сказали? Когда? Только что Я думал, вы мне что-то сказали Я молилась Нет, это другие слова В каком смысле? Не из молитвы слова Какие слова? Уличные, в общем, скверные Быть может, мои губы Сами сложились в слова Что были у нее на уме Не исключено, но ведь это Как бы она произнесла их Вот от чего я пришел в возбуждение Слова на меня не действуют Не верю Попробуйте какое-нибудь Какое? Самая скверная Язык у меня не поворачивался Выдавил в конце концов Пару грязных слов Но не коснулись они ее лица Бровью не повела Я замолчал Она за свое Продолжайте Я больше не в силах Тогда она сама Медленно процедила По складам Буква за буквой Потом Сдунула с ладони Рассыпавшиеся буковки Показывая Ничего не осталось Пустота и туман Опустил голову Жду, когда она поползет Снова по извилинам Лабиринта Но вот Прислонилась ко мне плечом Прильнула от усталости Жест обычный Устал человек Я ее поддерживаю Она все сильнее Наваливается Я чувствую тяжесть А может она нарушно толкает Да и я только делаю вид Что упасть не даю Она притворяется Будто падает От усталости Притворяюсь и я Что хочу помочь ей Подружески Под тонким черным платьем Чувствую потное тело Сидели мы Плотно прижавшись Друг к другу Я стала расспрашивать Про котенка Девочку-подростка Но таким безучастным тоном Будто думаю о другом Она отвечала Таким же бесстрастным голосом Впрочем Благодаря этой уловке Равнодушию С каким слушал Рассказ ее вышел искренне Без утайки Сбрело ей в голову Будто прячу я котенка Под платьем Мол украсть хочу Требует Отдай котенка Руками вцепилась А сама глядит на меня Глаз не сводит Ухмыляется Да так нагло Что понять ничего не могу Ведь говорит-то она Как дитя неразумное Бывают люди Разговор вроде грамотный А ведут себя Хуже хама последнего Юбку одернула Платье поправила Не рассердилась даже Ребенок еще Чего с нее взять Подвоха-то и не заметила А девчонка не унимается Вконец меня замучила Показываю нет У меня никакого котенка Не прятала я его Она в слезы Говорит Видела котеночка Отдай На корточке села Плачет Западол Теребит Зовет своего котеночка Странно Жалобно Надо же Думаю Не может без котенка Своего Уж так полюбила Уму непостижимо А сама понять не могу То ли сумасшедшая То ли просто балованная Такая Села на камень Ищи Мол Она все меня обыскала Гладит Будто нашла Наконец своего котенка И слова Приговаривает Какие-то детские Я и вправду Была подумала Отыскалась пропажа Совсем голову Потеряла Потому не сразу И догадалась Гадость-то какая Рассказ стал еще Сбивчивей Мало-помалу И переставал верить Всем этим бредным Насчет котенка Осенила Она хочет меня Возбудить еще больше Своей порочной Безрассудной болтовней Подумал Даже уж не проститутка Лето Из тех Что ползают По лабиринту Со времен Средневековья До сего дня Может у нее Специализация Шлюха в лабиринте Есть же Проститутки Работающие На автострадах Площадях Или обслуживающие По телефонному вызову Недаром Она так неожиданно Появилась Точно выследила Меня из-за дерева И тут же Грохнулась на коленке Грехи Мол замаливаю Грех возбуждает В нем притаилась Встреча с древностью В нем совершается Двойное насилие Над плотью и духом Занятно Думалось мне Как она станет Выманивать деньги Какой предлог Подберет Чтобы получить Причитающиеся Заговорит о свечах Или о пожертвовании На храм Обещанном Какому-нибудь Сельскому священнику Или прикинется Что потеряла Все деньги А может придумает Еще какую-нибудь Невинную чертовщину Вдруг окажется Не из робких Станет из-за цены Припираться Скажет Меньше не беру Заставит Каналя все денежки Выложить Так рассуждала Я на нее Глядя Она почувствовала Что я перестал слушать И поползла медленно По лабиринту Чтобы Видя во мне Мою нерешительность Разжечь во мне Вожделение Показать еще Расколыхание Своего тела Расчет был верный Я снова готов Ползти за нее Вдогонку И тут же На каменных плитах Совершить грех Из-за него И приходится И лозить здесь На коленях Вот она Минута грехопадения Вдруг Рыжий котенок Мелькнул На краю оврага Окружающего Зеленый травяной луг Посреди которого Возвышается Узорчатый полцеркви В зарослях Сухого кустарника Глаза черные Как чернила Мигом скакиваю Кот и девчонка Теперь мне интереснее Подбегаю К оврагу Понизу Лепетывает котенок Девчонки Нигде нет Я за ним Где рыжий Там стала быть и она Перебегаю Через овраг Ищу котенка На лугу В зарослях Сухого колючего Чертополоха Оглядываюсь По сторонам Поворачиваю назад Уверен Меня перехитрили Они вернулись К лабиринту Подойду И увижу Сидят рядышком Котенок Женщина И девчонка Поднимаюсь На бугор Сверху Виден Как на ладони Травяной лук И каменные плиты Но ни девочки Ни кота Ни женщины Нигде нет Тоже исчезла Лабиринт пуст Залит солнечным Светом И похож на Раздавленную Улитку На доисторическую Окаменелость Продолжение следует...